Вы должны каким-то документам, ну не то что, скажем, доверять, но, скажем, уже прописал документ, брать на себя тут ответственность. А что это за документ будет? Брачный договор, что ли? Я не понимаю. Я против заключения брачного договора? Я думаю, что это будет соглашение между вами, то есть медиативное соглашение, которое мы подготовим совместно с вами, то есть сможем брать необходимые формулировки, то есть с вами, Роман, обсудим, с вами, Роза. Я против заключения каких-либо соглашений. Соглашений. А что бы вы хотели? Ну мы же договорились. Я же сюда пришла с мыслью и желанием все-таки договариваться и все-таки решать вопрос для того, чтобы, ну действительно, как-то у нас взаимоотношения улучшились. Вот поэтому я против заключения каких-либо соглашений. Роман, а если я рассмотрю такое предложение, допустим, вот, чтобы не входить в формальности, а, допустим, вот, сделать небольшой перерыв, вот на сегодняшний день все вопросы, которые мы обсудили на сегодняшний день, то есть если вы друг другу доверяете, все-таки вы семья, все-таки вы столько времени вместе, я так понимаю, что Роза увидела, что Роман не планирует заниматься управлением данной организации, иначе бы он не соглашался бы. Ну, мы посмотрим. Ну, как раз вы сможете проверить, и вот возьмем перерыв, и на следующей сессии, скажем, давайте выберем с вами время. Вот какое вам время необходимо для того, чтобы решить вот эти текущие вопросы? Вот именно связанные с... Подлору персонала? Да, совершенно верно. Сколько вам необходимо, чтобы подобрать и согласовать с Романом? Нема неделя. А вам Роман? Чтобы подобрать персонал для вашего дома, для вашей квартиры, и согласовать с Романом? Ну, одна неделя устраивает, хорошо. Да, буду делать. То есть, допустим, сегодня у нас понедельник, давайте сделаем так, давайте возьмем неделю, и один день, и во вторник, в это же время сможем встретиться, и уже посмотреть, что вы, ну, ответственно друг перед другом, выскав вот эти вот мнения, что вы уже сможете сделать, именно чтобы наладить в ваших отношениях уже, ну, сделать какую-то гармонию, чтобы вы не просто так перешли на финансовые отношения, какие-то обязательства, какие-то, а чтобы вы могли уже проверить, что у вас получилось, и когда Роза и Роман освободите какое-то время для друг друга, может быть, у вас немножко по-другому взгляните уже и на ваше отношение. Делите больше внимания за это время, и может быть, действительно, за это время что-то у вас придет к тому, что, может быть, какие-то соглашения подписать, а может быть, и на этом остановиться. А может быть, надо пригласить на медиацию детей, Роза? Что мы при них будем обсуждать все эти вопросы? А почему бы и нет? А какие вопросы вы хотите обсудить с детьми? Или что они должны услышать? Ну, почему мама так редко бывает дома, задерживается допоздна на работе? Ну, я неоднократно это детям объяснила. Ну, я думаю, что, смотрите, Роман, если мы сейчас будем включать детей в проблемы, то это может только негативно отразиться на их будущем состоянии, то есть на их психологическом будущем. То есть нужно, чтобы дети все-таки жили в каком-то добре, но, наоборот, должны показать, что у вас все в порядке. То есть сейчас, что мама нашла себе, скажем так, помощника управляющего, что вы нашли, скажем так, необходимую компанию, которая будет сейчас все чисто убирать, и мама сможет побольше времени поделять детям, мужу. Вы сможете больше проводить совместное время. И тогда дети не будут видеть ваших негативных реакций. А если вы сейчас включите ваши проблемы какие-то, даже и слово это произносить нельзя при детях. То есть вы должны говорить, что у вас, наоборот, все хорошо. И когда у вас все наладится, вы, наоборот, ходите куда-нибудь вместе, в зоопарк, вы можете съездить и отдыхать. То есть вы должны подумать о будущем. Сейчас понимаете, какая ситуация. Как раз-таки в роли домохозяйки, то есть в роли хранителя очага, больше выступаю я, чем жена. Почему-то я больше занимаюсь с детьми, помогаю с уроками. Это временный характер. Это абсолютно временный характер. Я же не отказываю заниматься нашими детьми, нашим домом. Как раз обсудили. Сейчас мы сейчас и должны найти вот этот опыт. А временно это на сколько? Должны поменять у вас вот эти вот приоритеты. Кто детей забирает, кто больше там. Ну хорошо, да я готов и дальше.